Приветствую вас. Давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. С мужем четыре года в браке. Давайте здесь сразу узнать, что вас объединяет, что связывает, что между вами общего, какой фундамент для своих отношений вы выстроили, как вы позиционируете себя, как он позиционирует себя, устраивает ли вас ваша позиция, устраивает ли вас позиция мужа, устраивает ли мужа ваша позиция, устраивает ли мужа своя позиция, знаете ли вы, что чувствует он, даете ли вы себя счет в том, что чувствуете вы, как вы выражаете свои чувства, как выражает свои чувства он. Эти все вопросы необходимо исследовать для того, чтобы понять вообще, что происходит в вашей семье. Сейчас стали ругаться по любому поводу. Ну, как вы понимаете сами, что ругань, да, это лишь, с одной стороны, следствие определенных проблем. С другой стороны, как бы любая ссора, да, она, в общем-то, является следствием того, что человек ничего не сделал для того, чтобы ее предотвратить. Что-то, условно говоря, в ссорах участвует двое, двое людей. И если вы, значит, условно говоря, если вы ссоритесь, значит, именно вы ничего не делаете для того, чтобы ссоры не было. Вот. Это вот вопрос. Да, ну, как понятно, что, если будет известно, известно причины, хотя бы типовые, из-за чего вы ссоритесь, можно будет уже понять, что между вами происходит. Дальше. Так, я все принимаю близко к сердцу и начинаю плакать. Что именно вы принимаете близко к сердцу? Какие именно вызывают у вас чувства, то, что вы принимаете близко к сердцу? Опять же, всегда ли вы принимали близко к сердцу все? Или вы начали принимать только сейчас? Что изменилось? Возможно, у вас изменилась ваша позиция, да, то есть вы стали чувствовать себя, например, более зависимой от своего мужа, ну вот, возможно, именно поэтому вы стали принимать близко к сердцу, но, опять же, здесь нет личной ответственности. То есть, почему лично я принимаю это близко к сердцу, ну вот, почему я начинаю плакать, что за этим стоит и чего я хочу? Как муж реагирует на то, что вы плачете? Кстати, я думаю, что реагирует он не так уж, чтобы и хорошо, то есть, скорее всего, его это, если не раздражает, то уж точно не приближает вас к вам, не сближает, не делает вас ближе. Дальше, вы пишете, как с этим бороться, с чем именно бороться, ничем бороться не надо, борьба это подавление, ничем бороться не надо, вам не бороться нужно, вам нужно, я бы сказал, смотреть, что стоит за близким-близким принятием всего. То есть, заберегнал, вы не написали, что именно вы принимаете близко к сердцу, вот, то есть, нет, в конце этого вы написали, но там немножко другой контекст. Вот, а пока вы еще не написали, что именно вы принимаете близко к сердцу, бороться с этим, ну, определите для начала, сперва, вообще, зачем вам мужчина, как бы, ну, зачем вам такой супруг, да, если вы с ним плачете и т.д. То есть, какой у вас мотив быть вместе с ним, это первое, самое главное, ну, одно из самых главных, вот. Дальше. Дальше. Задмите на себя личную ответственность. Должна быть личная ответственность за то, за то, что вы плачете и за то, что вы принимаете все близко к сердцу, вот. А то принимаете близко к сердцу вы, все, да, а ругаетесь вы с мужем, вот. Далее вы пишете, ага, не обращать внимание на его придирки и замечания. Это очень интересная история. Во-первых, как, как задевают лично вас его придирки и замечания, именно, именно у вас, какие это вызывают чувства и мысли. Это первое. Второе. Как давно человек делает вам эти замечания, да, то есть, ну, грубо говоря, если он, если он это делал всегда, если он это делал всегда, начиная с первого дня ваших отношений, это одно. Но если он делать это начал спустя какое-то время, столько, что это другое. Это другой аспект. Понимаете? Но если он делал так с самого начала, то, извините, вы выбрали себе такого супруга. И возникает вопрос, для чего? Вот. Если он начал так вести себя спустя какое-то время, столько, значит, что-то изменилось в ваших отношениях. Что-то поменялось в ваших отношениях. Вот. Нужно понимать, нужно понять, что. И как это задевает, ну, опять же, лично вас. Да? То есть, вот эта история, как лично вас задевает. Вот. Дальше. Значит, очень многое зависит от того, как конкретно вы воспринимаете отношения. То есть, знаете, насколько для вас нормально, что мужчина делает вам постоянно замечания, да, и придирается к вам. Кстати, а придирка, это очень субъективное понятие. То есть, что вы понимаете под придиркой. Да? Вот. Ну, конкретно. Вот. Как, как, как и что вы понимаете под придиркой. Вот. Да? Значит. Смотрите. Очень важно, что для вас отношения. То есть, вот. Как вы понимаете отношения с супругом. То есть, вы считаете, что отношения с супругом должны быть больными, тяжелыми, со скандалами, ссорами и так далее. Тогда что вы делаете, чтобы этого не было? Тогда почему вы плачете? Вот. Почему вы не берете личную ответственность за себя, за свои чувства? Как так обычно, что вы предпочитаете плакать вместо того, чтобы, ну, грубо говоря, начать что-то менять. Именно в себе, в своем поведении. Да? То есть, придирается мужчина, например. Не нравится ему что-то? Хорошо. Больше не делайте то, что касается его. Вообще не делайте. Вот. Да, допустим, придирается, да, как вы, например, стираете и готовите. Не готовите, не стирайте. Вообще больше не делайте этого. Вот. Чем проблема-то? Ну, очевидно, что вас что-то задевает. Вот. Вот. Момент, да, основной. Какой? Знаете? Вот. И сценарное поведение, конечно. То есть, очевидно, у вас в семье отношения между родителями были, не сказать, чтобы гармоничными. То есть, может быть, они жили дружно, может быть, они любили друг друга, но очевидно, что личные границы в отношениях между вашими родителями не были установлены. Потому что, ну вот, судя по тому, что вы описываете, вы свои личные границы не защищаете никак. Вот. А жаль, потому что без этого невозможно. То есть, если ваш мужчина, ну, придирается к вам и делает замечания, значит, он считает для себя это возможным. А это значит, что вы и так себя поставили. Другого человека вы не переделаете, вы не переделаете мужа. Вот. И обращать внимание на его придирки и замечания тоже нельзя, потому что, ну, если вам это неприятно, если вам это некомфортно, если вы считаете, что так, например, быть не должно, вот. Что это не нужно терпеть. Но еще раз нужно что-то делать. Вот. Поэтому я и задал вам вначале все необходимые вопросы. Чтобы, именно, чтобы понимать, о чем идет речь. Вот. А вы, вы этого, этой информации не предоставили. Такой серьезный вопрос, как ваши семейные отношения, да, вы опубликовали в виде всего лишь нескольких строчек. Вот. Ну и вообще, значит, всю историю. Вот. А это еще, это еще одно проявление вашей позиции жертвы. Вот. Почитайте в интернете про треугольник Карпмана. Вот. Я думаю, что вы для себя гораздо больше нового узнаете, чем, чем было до этого. Вот. Как вы узнаете нового нового, например, о том, как нужно выстраивать свое поведение, если вы хотите получить, допустим, то, что вам нужно для себя. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. То есть совершенно очевидно, да, что имеет место быть у вас проблемы, конечно же. Вот. Но не очень понятно, насколько вы, вот, свои проблемы, да, насколько вы их готовы решать и готовы разбирать. Вот этот момент непонятен. Знаете? То есть непонятно, что вы готовы делать для этого. Готовы ли вы складываться в решение проблем. Вот. Приходите сами на консультации, записывайтесь, вот, и давайте работать. Разбираться, корректировать, помогать. Вот. Приводите мужа вместе, чтобы вместе с ним втроем работать. Вот. То есть, как бы, смотрите, действуйте в этом направлении. У меня так просто не обращают внимания все. Проблема, я думаю, не уйдет. Да, не исчерит. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...